Ну, знаете, к сожалению, это не белый лист. Это лист уже... Ну, это нельзя сказать, что да. Ну, тут серый, черный не важно, не знаю, но явно не белый. Так не бывает, да. Все равно остается не осадок, остается все равно послевкусие того, что было раньше. Поэтому, конечно, будет выстраиваться отношение, имея в виду то, какими они были ранее у Украины с демократической администрацией, да, и то, как себя Украина вела во время предвыборной кампании, безусловно, хотя бы на первых порах. Дальше, я думаю, это уйдет, дальше пойдет прагматика в чистом виде, потому что я не думаю, что... Ну, что-то надо понимать. Понимаете, республиканская администрация, она всегда отличается от демократической, независимо от имени, фамилии президента. Республиканцы никогда не делают мир лучше. Они мир воспринимают таким, какой он есть, именно окружающим. Ну, а вам не кажется, что сейчас возник третий вариант, когда Трамп хочет отличаться еще от республиканской партии, по крайней мере, от ее верхушки, от истеблишмента? Да. Ну, я говорил об эстебле, о традициях республиканцев. Они воспринимают мир, какой он есть, и все страны, какими они есть. Они их не тянут в демократическое светлое будущее, да, они работают с теми, кто есть. Кстати, вот это выражение «наш сукин сын, но наш сукин сын» — это, в общем, скорее из терминологии республиканцев. А Трамп — это в этом смысле республиканец в Кубе, потому что это человек, который не просто мало... У него есть, знаете, носитель идеологии такой республиканской подхода к миру, но он, ко всем прочему, еще плюс бизнесмен, не политик и все остальное. То есть это, условно, прагматизм, но не замутненный ничем, никакими идеологическими вот этими вещами, он просто в чистом виде. И с таким политиком ни мы, ни весь мир еще не сталкивались. И я боюсь одного, знаете... Дайте закончить. Прослушав эту речь, я не знаю, может, нам это и к лучшему будет, но прослушав сегодняшнюю речь, я понял одно, что у нас впереди у всего мира огромные вызовы, огромные перемены. Они касаются и экономики, огромной, поверьте мне, это мы еще даже не можем оценить, насколько они будут огромными. Они касаются политики, они касаются возможного размораживания, к сожалению, конфликтов по всему миру, потому что сегодня уже называли и Ближний Восток, и Китай, и возможные Балканы. То есть я к чему? О том, что наш конфликт... Мы привыкли к тому, что Украина центр, да, мы номер два, как минимум, после Сирии в мире по опасности конфликта. Мы можем это двинуться дальше. Спасибо.